Магдана Бабич, скажем, медиа-активист с Пильной ТВ. Что это за телеканал и где он транслируется? Это интернет-телеканал, транслируется в интернете. Возник на Майдане. На второй день, как мы только вышли под стел, мы начали делать прямые трансляции. И уже с того времени мы отсюда не уходим. Можете чуть подробнее рассказать о том, как зародилась идея этого проекта, будучи на Майдане? Чья это была инициатива? Сколько у вас людей в команде? То есть немного просто о проекте рассказать. Да, конечно. Когда мы узнали, у нас был уже свой коллектив сложенный, когда мы узнали о том, что наш кабинет-министр, скажем, изменил тенденцию, изменил вектор развития Украины и сказали о том, что евроинтеграция нам не нужна, мы поняли, что это очень важный момент и надо выходить на Майдан. Надо что-то делать. Первое, что мы сделали, это мы вышли сюда, на Майдан. Это центральная точка. И мы просто вышли по велению сердца, ни с кем не сговариваясь. Когда мы сюда пришли, здесь уже было около 50 человек. Мы поняли, что будут штурмовать этот Майдан, будут людей разгонять. И для этого нужна прямая трансляция, чтобы обезопасить этих людей, потому что все-таки, когда направлены камеры, очень сложно бить людей. Поэтому мы организовали прямую трансляцию на следующий день. У нас была одна камера всего на все. Мы стартовали с одной камеры. И когда мы стали здесь и начали делать трансляцию, она помогала мобилизировать людей и привлекать сюда все больше и больше людей. То есть мы занялись креативной и информационной составляющей Евромайдана. Это тот коллектив, который уже сложился, плюс очень много волонтеров. Волонтеры буквально каждый день к нам подходили, подходили, подходили. И уже сейчас коллектив достаточно большой. У нас больше около 100 человек, которые так или иначе сотрудничают с Апильной ТВ и хотят дальше сотрудничать. То есть вы снимали и снимаете то, что происходит на Майдане? Нет, конечно. Не только то, что происходит на Майдане. Да, когда был эпицентр событий на Майдане, мы были на Майдане, в основном снимали на Майдане и вокруг Майдана. Сейчас эпицентр событий переместился в регионы, и у нас есть свои стримы в регионах. Мы изобрели такое движение, как стриминг. Если раньше стримили отдельно и больше на бытовые темы, то мы это сделали гражданской журналистикой. И когда Юстрим, то есть Юстрим не знал, что такое возможно. Это программа, когда Юстрим узнал, что мы делаем, а узнал очень интересно, потому что нам выставили счет больше 100 тысяч долларов, потому что у нас были около 16 миллионов просмотров очень быстро. Мы набрали огромное количество просмотров, и нам выставили счет, потому что мы рекламу уже не крутили на телевидении. И мы написали о том, что вы извините, у нас тут революция. На что Юстрим посмотрели, что мы вообще за кадры снимаем. Сказали, что можно мы используем ваш опыт и распространим по всему миру. Ну, конечно, мы сказали, что распространяйте. И так, ну, родилось, по сути, родилось стримерское движение в Украине. Не только в Украине, потому что очень многие иностранцы, которые приезжали, а у нас здесь в Куполах, вот такой международный пресс-центр, и очень многие иностранцы, которые приезжали, мы их учили, и они эту технологию брали на вооружение, ехали уже в свою страну с некими знаниями. Нам было очень приятно, что Украина может научить Европу новым технологиям. У меня такое просто, если вы снимали, снимаете все, как камера, да, вот с стримингом, или вы еще комментируете, у вас это в Куполах. Значит, что это... Это интернет-телевидение, оно не особо отличается от других, за одной особенностью. Это прямые трансляции. То есть, как правило, есть и сюжеты, есть и студийный формат, но чем отличается прямая трансляция? Вы снимаете события тут и сейчас, без монтажа, без цензуры. А Шустрый Лайф это не ваш проект? Шустрый Лайф не имеет никакого отношения к стримингу. Но к этому каналу? Нет. Совсем в Кабинон, да? Нет. Шустрый Лайф это, ну, как бы, полуполитический проект, который... коммерческий проект, который имеет совсем другую концепцию. И там на одном поле сводятся разные политики и стравливаются между собой. У нас совсем другая концепция. Мы, наоборот, хотим на одном... Если вы заметили, вот купола, да, все круглое. Мы, наоборот, хотим свести людей для конструктива и для поиска выхода из ситуации. У меня вопрос. Сейчас события, которые происходят на высокий, например, референдум, который сейчас делается в Донецкой, Афганской области. Как-то вы предлагаете своих людей туда, которые связаны этим процессом? Как-то это комментируют, делают какие-то репортажи? Или у вас есть там свои люди, которые вам... Мы и так, и так делаем. То есть у нас есть люди, которые ездят в регионы и снимают, и стримят оттуда. Но и мы распространяем сеть стримеров по всей Украине, только по Украине. Мы очень много стримеров делали из-за границы. Более того, сейчас региональные стримы. Мы ищем стримеров в регионах. Мы объясняем, как это нужно делать. Проводим школы в Киеве, обучаем. И, по сути, мы распространяем это движение по миру. А как люди в Украине, в Украине, в Украине, в Луганске, могут быть уверены, что канал, который зародился на Майдане, в Киеве, в том, что он будет объективным? А мы же ничего не... Стримить можно... Вы же не можете все-все-все события, все демонстрации, все, что происходит в стране стримить? Ну, все подряд нет, но на самом деле очень многие вещи, да. Как проходит отбор? Значит, у нас есть платформа, человек видит, если раньше мы давали свои пароли, люди заходили у нас на канал, стримили, то сейчас человек создает свой каналчик. Мы просто берем информацию, вставляем в свой центральный канал, если это интересно, и как бы повышаем ему уже количество зрителей. Кто финансирует этот проект? Вы знаете, мы открыли для себя кикстартер, ну, нет, краунфандинг, который помогает привлекать средства от обычных людей. У нас были такие коробочки стояли, мы собирали, потом у нас был счет, где мы просили помочь каналу. То есть мы обращались к людям, они видели, что мы делаем полезные вещи, и мы как бы нам в основном люди перечисляли деньги. Были, которые целево дарили технику, или там, ну, оплачивали какие-то нам нужные вещи, там, нам нужны были бронежилеты, нам из Германии помогли. Очень много диаспора помогала. А кто помогал? Нет, это не секрет, просто я не помню, контакты женщины есть у нашего координатора. Это обычные люди, это не организации. Из Германии ситуация была следующая. Дело в том, что все телеканалы, 5-й, 24-й, ну, все украинские телеканалы, которые, ну, хотя бы раньше транслировались в Германии, они были заблокированы. Был только один спиль на ТВ. И к нам приехала, ну, диаспора из Германии, плакали здесь, потому что они говорили, что не могли оторваться от канала, ничего больше про Украину не было, только один канал, и они все смотрели. То есть нам Германия дала очень большое, много просмотров. А более того, мы еще стримали еще и на немецком языке, потому что мы понимали, мы единственный телеканал в Украине, который стримил от, наверное, от английского до китайского. Мы ловили журналистов вот здесь, которые ходили с разных стран и просили их стримить, ходить по Майдану, расспрашивать людей и стримить на том языке, на котором они привыкли, мы переводили.